книга открытым оком том 30 вопрос 4082 авторитет диамида растет или падает в народе могут ли его анафемы на патриарха и архиереев как-то сказаться и на судьбе россии или это уж вовсе пустое занятие у него отвечает игнатий тихонович лапкин меня ни один из этих вопросов совершенно не интересует и если бы диамид жил в моей комнате то он бы и снег чистил во дворе и уголь носил а побеседовать мы могли бы и в присутствии братья его и нашей от авторитета человека ничего и нигде не зависит если его дела не в духе святом предположим что диамида мы сейчас избрали патриархом после смерти алексии и что он ничего и нигде не смог бы изменить кроме того что прекратились бы встречи с иноверцами на благовестия попов он не послал бы и каноны исполнять попы не стали бы а его власть тут же заменила бы в нем не апостольский дух можем дать одну статью постороннего человека на эту тему от редакции р.п. русь православная видимо дай на техничес да похоже так это статья опубликованная в так называемом русском журнале 21 октября 2008 года как и всякая попытка разобраться в современных событиях с либеральной умеренной колокольни полна нелепостей домыслов и даже откровенного вранья но она весьма показательна с той точки зрения что даже такие вот може може гавы или что-то слово непонятно уже поминают дело диамида просто так и не закрыть и и може гавские стоны о падении авторитета патриарха не случайны они отражают тот очевидный факт что авторитеты иерархов вероотступников народе божием неудержимо падает а компенсировать это падение они могут только опору на силу нынешней государственной власти но власть это взамен потребует конечно ответных услуг вот и вся нехитрая формула современной церковной политики в том виде в котором ее ныне проводит наше патриархийное митрополит бюро однако на штыках как известно из истории сидеть очень неудобно в известном смысле тот либерально ала алармицкий или говоря по-русски панический в кавычках поток сознания который изливается на нас со страниц этой статьи является своеобразным симптомом русского возрождения уж если до таких как можегов доходит что нынешний курс московской патриархии ведомой ведомой кучкой предателей христа и церкви ведет в пропасть то все не так уж плохо господи иисусе помилуй нас кавычки закрываются и следующая цитата и так епископа диамида наконец-таки разжаловали в монахе чего надо сказать он давно и целенаправленно добивался конечно сенсации это извержение в отличие от решения летнего архиерейского собора не стало все его ждали как какой-то неизбежной черты за которой а вот что за которой никому по большому счету до сих пор непонятно официальные структуры рпц продолжают твердить о кучке маргиналов поддержать диамидову стен патриархии правда собралось всего-то человек 15 диамидовцы продолжают принимать устрашающие позы выпускать воинственные воззвания все менее связные и адекватные вот например 6 июля в анадырь был прислан епископ марк взломавшие замки в анадырском храме 6 сентября патриархийная команда взломала контейнер с личными вещами диамида а 6 октября состоялось заседание синода извергнувшего диамида получается 666 торжественно заключают некие чукотские монахини в открытом письме опубликованном на кредору всех парадоксальный при этом оказывается не всегда как всегда не предсказуемый дьякон кураев который прямо говорит о том что связи с казусом диамида цитата наша церковь сейчас и уже не первый год балансирует на грани раскола по масштабам сопоставимого с расколом 17 столетия и всего ближе к истине кажется именно о что заставляет нас делать такие выводы чтобы связано представить свои соображения выложим их в три захода итак первый вопрос что будет с диамидом анафематство в 17 июля 2008 года патриарха диамид явно перешел последнюю черту здравого смысла чем перечеркнул весь нажитый прежде моральный капитал честного искреннего за идею радеющего борца бессеребренника то есть он остался конечно искренним и радеющим только увы безнадежно перешедшим в границу адекватности моральным банкротом человеком за кранью нервного срыва неудивительно что большинство с любопытством наблюдавших и отчасти сочувствовавших честному в кавычках народному епископу покрутили пальцем у виска и отвернулись от диамида здравомыслящие консерваторы испустили вздох разочарования и тоже отвернулись не здравомыслящие впали в прострацию и потребовали у диамида объяснений таковые вскоре таковые вскоре последовали внеся в большую сумятицу в умы и еще более все запутав в ответах диамида недоумевающим читателям алармической газеты дух христианина досталось и святому патриарху тихону уж уже и до дня господа бога осталось недалеко с момента злополучной анафемы сторонники диамида находятся в томлении и смятении и самому диамиду явно все труднее оказывается удерживать свой разум от распада всякий раз как только он очередной раз открывает рот с языка его слетает что-то еще более дикое чем предыдущие вот например телеграмма посланная диамидом в ответ на приглашение его на заседание синода 16 октября 2008 года кавычки открываются блажен муж и же не едино вот например телеграмма посланная диамидом в ответ на приглашение его на заседание синода 6 октября 2008 года кавычки открываются читаем этот ответ блажен муж и же не едино совет нечестивых и на пути грешных не ста и наседающих губителей не сиди т.к. скорблю что рпц м.п. врата ада одолели зпт и она соделалась служанкой антихриста т.к. епископ диамид анадырский и чукотский рпц кавычки закрыты в общем грузите апельсины бочках братья карамазу из персонажа героического диамид стремительно превращается в многострадального отца федора воистину кого бог хочет наказать лишает разум и что ждет теперь разжалованного епископа думаю предсказать не трудно судьба папа гапона не физической смерти боже упаси говорим но аморальной но праздновать победу патриархии все таки рано ибо то что происходит сегодня не политика как ей видится всюду то и видится одна только политика а трагедия трагедия рока и развивается она по своим законам законам трагедии и так второй вопрос что будет с патриархией ничего хорошего прежде всего потому что в анафемах диамида есть ее немалая заслуга более всего потрудились над этим митрополит кирилл и епископ венский ларио патриархии и расплачиваться по счетам истории вместе с диамидом все в сегодняшней рпц держалась до сих пор лишь на авторитете патриарха епископы жадною толпой стоящий у трона это одно а патриарх другое так рассуждал народ патриарх фигура сакральная символ даже безотносительно заслугам чистоты святости и мудрости церкви анафемой диамида вызванной безответными шагами самой патриархии этот символ основательно подорван и это может оказаться для нее роковым анафема патриарху это скажем так метафизическая наглость она уже повергла церковное сознание в шок подобные которому она испытала наверное лишь однажды в двадцатом веке мы имеем ввиду заявление вместо плюстителя сергия строгородского о том что гонений на религию в ссср никогда не было и нет а дальше еще нам цитата репрессии в отношении верующих применяются за разные противоправные деяния брошенное в лицо тысячам мучеников церкви отрекшись от мучеников сергий вверг вверг церковь в раскол который она не может преодолеть и поныне и очередной вехой которого стал казус диамида и его анафема анафема патриарху это очень опасная черта черта за которой безумие нарастание которого мы наблюдаем сегодня в диамиде но не в диамиде дело сам диамид тоже лишь символ и воплощение такие же вещи как анафема патриарху в россии чреваты анафема патриарху значит все позволено а что такое все позволено в россии объяснять не надо вспомним россию 1905 1917 годов расстрела 9 января народ царю так и не простил оттого так стали популярны впоследствии кощунство на царскую семью всем казалось очевидно убери царя и все наладится но когда от репутации царя ничего не осталось все пошло прахом царя убрали и страна развалилась примерно ту же ситуацию мы можем получить и сегодня если авторитет патриарха всерьез пошатнется патриархия останется в глазах народа лишь жалкою толпой но уже без золота трона сдерживающие и беспредельные амбиции вернуть патриархии авторитет можно может только правда но вещь в большом дефиците как разум у диамита и ясно почему слишком много эгоистических интересов денег и власти стоит на кону но если авторитет патриархии в народе и сегодня минимальный окончательно рухнет как это уже случилось во времена сергия русская церковь останется без видимого центра итак третий вопрос что будет с церковью в этом случае церковь будет вернута в жесточайший кризис казус диамида уже разбудил ветры внутри церковной вражды а его пресловута анафема перессорила всех внутри самих враждующих лагерей при этом диамит разбудил не только опричников но и церковных либералов между которыми развернулась нешуточная война так недавно новая газета опубликовала выдержку из книги энских батюшек под заглавием марксизм ленинизм побеждает в церкви а церковный публицист рогозянский опубликовал на радониже ответ на эту работу под нагло провокационным названием предчувствие либеральной опричнины без церемонность подобных заголовков тоже знак полного смещения сознания после диамидовской анафемы в то же время в официальном церковном вестнике вышла глубокая и умная статья митрополите агафангеле законном приемнике патриарха тихона не принявшим сергианство это тоже знак совершаемых перемен ветры гласность ветры гласности задули над тихим домом мид политбюро заставляя церковной власти ежиться и нервничать и дальше напряжение будет видимо только нарастать симптомы полномасштабного кризиса церкви становятся все отчетливее и это не худший вариант ибо кризис есть в то же время и возможность выхода без кризиса русскую церковь ждет либо окончательное потопление в методичивой лжи либо еще более сокрушительная катастрофа которая будет грозить уже стране в целом и все составляющие которые уже пришли в движение итак мы подошли к последнему вопросу что будет с Россией если полномасштабный кризис потрясет церковь сегодня это все же не будет иметь катастрофических последствий для страны в целом при этом только в состоянии кризиса как показывает история церковь оказывается способна порождать из себя харизматичных лидеров и великих святых как это бывало во времена митрополита Филиппа и патриарха Тихона но понятно что патриархия будет делать все возможное чтобы погасить кризис в зародыши понятно и то что никакой реальной возможности повлиять на ситуацию у нее нет поскольку нет поддержки в церковном народе и значит она попытается втянуть в свои разборки власть временно управляющий чекотской кафедрой епископ Марк уже попытался завести уголовное дело на Диамида правда прокуратура благоразумно уклонилась если власть и дальше будет сохранять дистанцию в этом споре славян между собой ситуация будет трудной но терпимой если же патриархии удастся втянуть ее в конфликт а сегодня под патриотическую истерику это вполне возможно дело может принять самый плачевный оборот задушить сопротивление церковных несогласных с помощью административного ресурса и ФСБ это будет не очень трудно подавляющее большинство церковного народа хоть и ропщит на продавшихся заживо епископов совершенно при этом апатично а немногие активные лидеры находятся под прицелом Константин Душенов лидер опричнины сегодня под следствием на Назарова выразителя духа нетерпимых зарубежников автора знаменитого письма 500 тоже накоплено немало компромата поэтому не удивительно что под последним воззванием союза русского народа поддержавшим Диамида накануне заседания синода подписи Назарова и Душенова нет лидеры опасаются лишь не раз светиться можно попытаться изолировать и самого Диамида впрочем он настолько сам себя дискредитировал что трогать его сейчас было бы самым глупым решением и так задушить сопротивление можно для этого потребуется активная помощь госструктур и если власть даст себя ввязать в эту авантюру то придаст делу совсем иной оборот если сращение патриархии с госструктурами сегодня идет по нарастающей то после этих действий оно станет тотальным и теперь это будет уже не союз церкви и государства на почве защиты общественной нравственности а связанность общей кровью а подобные союзы как известно самые крепкие взрыва недовольства все равно конечно избежать не удастся но оттянуть его лет на 10 можно вполне как это случилось после революции 1905-1907 годах к 2017 году когда болезнь под фигурой умолчания окончательно вызрит ситуация будет уже совсем иной госбюрократия и намекулатура РПЦ будут сращены к тому времени намертво а воцерковление бюрократии сегодняшней неофитской фазы перейдет в фазу заматерния и борзости как это случилось сегодня с в кавычках народными и еще в кавычках интеллигентскими неофитами 90-х и не трудно догадаться какого качества будет это в кавычках воцерковление недавний одинозный фильм Шевкунова дает красноречивую тому иллюстрацию при том что русские проекты тому подобные шовинистические идеологии и сегодня весьма популярны в наших силовых структурах выращенные же в инкубаторе РПЦ под благодатными поливами басен о гибели империи подобные чудовища начнут вылупляться целыми семействами в теле бюрократии и через десять лет подобных дракончиков в высших эшелонах власти будет уже не исчезть если же пройдет вариант раздельного обучения православных мусульман евреев и атеистов который усиленно пробивает сегодня РПЦ то свои первые результаты разноплановую разноправленную и зрелую ненависть даст к тому времени и он добавим сюда полное пренебрежение церковниками социальными проблемами добавим брошенных властью озлобленных и уже подросших к тому времени всевозможных наших добавим люмпенов которых и сегодня уже 10-15 процентов в городах не говоря о деревне и черт знает какую ситуацию в мире перманентно чреватую катаклизмами удара в несколько раз сильнее войны в Грузии может оказаться достаточно чтобы сделать внутреннюю ситуацию в стране совершенно непредсказуемой и вот если кризис РПЦ разразиться в этих условиях он повлечет за собой раскол госбюрократии и тогда все демоны вырвутся на свободу это конечно самый катастрофичный сценарий за которым уже прямо прослеживается диктатура представим себе на секунду условных Душенова, Шевкунова и Дугина в виде некого диктаторского триумвирата день опричника и чека во имя Христа предсказанных в разное время Бердяевым и Сорокином предположим что следующая большевистская революция если она случится пройдет под черными знаменами православных зелотов а следующая диктатура будет освящена именем Ивана Грозного пока все увы развивается именно по этому сценарию и наверное скоро уже будет понятно станет ли этот процесс необратимым кавычки закрываются далее Игнать Тихонич приводит цитаты из Библии первое послание к Коринфянам 16 глава 22 стих кто не любит Господа Иисуса Христа анафима маран афа первое послание Петра 2 глава 2 стих как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение Евангелие от Иоанна 14 глава 15 стих если любите меня соблюдите мои заповеди любишь ли меня апостол Петр два раза на вопрос Христа вполне ответил на третий раз почувствовал что он приперт ты знаешь все вдруг превратился в Петю любишь ли меня друг друга вопрошают невеста и жених потом жена и муж одни лишь луза и одни лишь шарик среди невзгод болезней многих луж мы о любви в молитве ясно пародеем в привычной теплохладности окно проскочим прочистим жизнь без любви трагичней чем без денег корабль без любви напрасно ищет пристань бог по любви вселенную создал чем пользуемся это дал он по любви наличие любви распотрошит беда забыл о ней священник и подзабыл левит Петр все же доказал свою любовь к Иисусу своею смертью Господа прославил он руки распростер тогда сказал не в суе да я люблю весь превратился в пламень ах как хотелось бы на деле доказать когда раздваиваясь ухвачусь за выбор по-честному скажу что я тону в слезах боюсь в чужих сетях не оказаться бы рыбой в молитве ли в работе в отношениях что строим мы с любовью или как а не любви едва ли кто тогда прошепчет кричим на сотню сделав напитак в любви все тяготы в тумане растворятся надеемся с объектом на взаимность и чернота да внешняя зарозовеет в красках цветы обрящутся и на поляне зимние представится ли случай ясно подтвердить свою любовь к Иисусу не только на словах за мной иди на проповедь таков его вердикт антихрист только будет в проповедь плевать 29 ноября 2008 года Игнатий Лапкин ясно 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 ́